Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ. Вы смотрите очередной выпуск программы «Полицейская служба» в телестудии Департамента полиции Алматинской области. Журналист Антон Хатиновский. Смотрите в нашем сегодняшнем выпуске. Всегда на посту сотрудники патрульной полиции провели очередной оперативный рейд по ночному Талдыкургану. Еще одна спасенная жизнь. Стражи порядка предотвратили очередной суицид, который хотела совершить девушка. Очередных любителей чужого скота задержали в Аксусском районе. Им доказано несколько фактов краж. Уголовное дело возбуждено по трем уголовным статьям. А теперь об этом и другом более подробнее. Проблемы подростковой преступности и ее профилактики стали главной темой обсуждения во время прошедшей в областном Акимате встречи стражи порядка и всех заинтересованных органов. Инициатором встречи выступил областной департамент полиции, выразивший тревогу из-за повышения криминогенности по линии несовершеннолетних. Полицейские представили статистику и внесли ряд предложений, которые могли бы усилить меры безопасности в учебных заведениях, рассмотреть вопрос увеличения штатной численности школьных инспекторов, предусмотреть возможности интернета с использованием облачного видеонаблюдения и так далее. Тема обеспечения безопасности детей всегда актуальна. Тут необходимо предусмотреть не только охрану в учебных учреждениях, но и рассмотреть вопросы профилактики, что включает в себя воспитание детей со стороны родителей и учителей. С начала года свыше 4000 жителей региона привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание и недосмотр за своими детьми. На рассмотрение комиссии по защите прав несовершеннолетних направлено 367 материалов. В их числе более 30 касаются лишения родительских прав. Глава областной полиции также затронул вопросы расширения систем видеонаблюдения, установленных в организациях образования. В регионе насчитывается свыше 760 школ, в которых, по данным Управления образования, действует 15 860 видеокамер. Тем не менее, необходимо расширить и улучшить систему видеонаблюдения с функцией идентификации лиц и с возможностью определения несанкционированного проникновения в школы неизвестных лиц, особенно тех, кто состоит на различных учетах в органах внутренних дел. 17% женщин Казахстана хоть раз в жизни были подвержены сексуальному или физическому насилию со стороны мужчины. Беспокойство вызывает то, что 15% из них оправдывают действия со стороны партнера в различных ситуациях. В основном, в таких сложных ситуациях оказываются жительницы сельских округов. По факту, никто не должен подвергаться насилию, рассказали спикеры на международной научно-практической конференции, сообща против насилия над женщинами и девочками, прошедшей в Талдыкургане. Только нулевая терпимость к нарушениям в корне поменяет мировоззрение общества, говорят организаторы. Мы вырабатываем комплексный подход к вопросам решения насилия в семье. В частности, мы больше ориентированы на профилактику. К нами сейчас разрабатывается национальный механизм по внедрению программ по работе с агрессорами с целью их дальнейшей адаптации в общество и реинтеграции в семью. Также мы ведем работу по совершенствованию национального законодательства, изменению социальных норм. Сейчас рассматривается в парламенте закон об ужесточении наказания насильникам, агрессорам, которые выступают в отношении женщин и детей. Сейчас срок заключения будет больше 20 лет и даже до пожизненного. Примирение невозможно после того, как вступило в дело уголовное дело. И очень серьезные последствия для того, кто является насильником. Полицейские Алматинской области подвели итоги общереспубликанского ОПМ «Стоп-трафик», направленного на борьбу с проституцией и торговлей людьми. В ходе рейда полицейские проверили гостиничные и банные комплексы, сауны, ночные клубы, съемные квартиры. За последние несколько дней в полицию были доставлены 20 проституток. Все они занимались этим ремеслом на добровольной основе. С каждой из них правоохранители провели профилактические беседы. Кроме того, полицейские выявили два уголовно наказуемых правонарушения. В частности, на территории Искельдинского района за содержание притона для занятия проституцией была задержана с поличным 31-летняя жительница Алматинской области. Она подозревается в сводничестве клиентов сауны с проститутками. Второй случай имел место в областном центре. Жительницу Талдыкугана задержали по подозрению в вовлечении с занятия проституцией 27-летней сельчанки. По данным полицейского ведомства, с начала года по итогам 4 АПМ было выявлено 12 фактов организации для содержания притонов для занятия проституцией и сводничества. Три факта вовлечения в занятия проституцией и один факт торговли людьми. В рамках заведенных уголовных дел взяты на учет 12 проституток. Полицейские края ЖТСУ пополнили свой актив еще одной спасенной человеческой жизнью. На этот раз в Талдыкургане покончить с собой решила девушка. Это уже четвертый случай в этом месяце. Иначе как осенним обострением такое стремление людей на тот свет и не назвать. В ночь на 27 ноября в дежурную часть в Талдыкурганской полиции поступил вызов от местной жительницы, сообщивший, что ее 39-летняя дочь намерена покончить с собой, прыгнув из окна подъезда многоэтажного дома в микрорайоне Самал. Прибывшие на место происшествия патрульные выступили в роли психологов и попытались завязать с женщиной разговор по душам. Жизнь у всех проблем бывает. Не сразу надо умирать же. Девушка. А, девушка. Не обязательно сразу умирать нужно. Женщина находилась в алкогольном подпитии и отказывалась отойти от окна, угрожая прыгнуть вниз при приближении. В результате грамотных действий полицейских женщину удалось спасти. Ее передали родственникам. Напомним, в ноябре месяце патрульные полицейские уже спасли несколько человеческих жизней. В городе Копщагае мужчина хотел спрыгнуть с моста. Покончить с собой пытался и молодой парень в Карасайском районе. Вытащили из петли и 25-летнего молодого человека, совершившего кражу. За его спасение родители парня уже поблагодарили стражей порядка. А теперь к дорожной тематике. Нередко водители авто сталкиваются с казусной ситуацией висящего штрафа. По факту он оплочен, однако база органов внутренних дел показывает обратное. В чем же причина? При продаже автомобиля некоторые владельцы в базе уполномоченных органов обнаруживают штрафы. При этом их они уже оплатили. В таких случаях приходится доказывать свою правоту, зачастую даже повторно платить за нарушение ПДД, если чеки и квитанции не сохранились. Оповещения поступают и от судоисполнителей. Суть аналогичная – требование об оплате уже уплоченного штрафа. Как утверждают судебные приставы, они лишь приводят в действие, переданное им на исполнение дело производства. При этом не отрицают, что такие недоразумения случаются. По словам сотрудников управления административной практики, подобного рода казусы случались и в прошлые года. Причиной являлось отсутствие интеграции базы данных. Сейчас все иначе, уверяют они. В настоящее время административные штрафы, которые опроплачиваются правонарушителями в любых банковских отделениях, терминалах, КАЗ-почтах, интегрированы у нас с базой единого реестра административных правонарушений. Иными словами, законопослушных граждан, оплативших свое время на штрафы, теперь не должны тревожить. Тем не менее, работники полиции советуют подстраховаться, соблюсти одно важное требование административного законодательства. Квитанции в соответствии с административным законодательством необходимо предоставить в органы управления административной полицией в том или ином районе, где он проживает по месту его жительства. Тогда уже полностью будет произведена отметка об оплате об исполнении указанного административного штрафа. Сведения о штрафе снимаются из базы данных в автоматическом режиме по истечению одного года после уплаты. Факт уплаты можно проверить и на сайте. Если автовладельцев побеспокоил судебный исполнитель, всю информацию можно уточнить в реестре должников по исполнительным производствам. Доступ к нему свободный через сайт Adelet.gov.kz. К слову, дело производства о принудительном взыскании имеет срок давности один год. Неоповещение должника в указанный срок упущения приставов. В таком случае, согласно закона, исполнение постановления подлежит прекращению. С приходом настоящей зимы у водителей автотранспорта возникло сразу несколько вопросов. Главный из которых – замена покрышек на зимнее и смена стиля вождения. Главное в котором – внимание. Буквально несколько недель назад дорожные службы частично облагородили улицу Валиханово. Постелили новый асфальт, поставили бордюры. Однако от этого афгрейда она не стала, согласно ПДД, главной дорогой. О чем говорят установленные дорожные знаки. Причем с обеих сторон. Именно их и не заметил виновник ДТП. Он буквально протаранил автомобиль, двигавшийся по главной улице Балпыгби. От удара в одном из автомобилей закоротило проводку. Общими усилиями проезжавших мимо водителей и очевидцев ДТП пожар удалось предотвратить. Однако без пострадавших не обошлось. На место происшествия были вызваны сразу два экипажа скорой помощи. Судя по силе удара, можно смело предположить, что виновник аварии двигался на большой скорости. А при торможении не учел погодные условия. С 1 декабря полицейские будут привлекать водителей к ответственности за отсутствие зимних покрышек. Будьте внимательны на дороге и счастливы во всем пути. Уважаемые водители! В связи с похолоданием погоды и выпадением осадков рекомендуем водителям транспортных средств произвести замену автошин на зимние. В соответствии с требованиями безопасности эксплуатация автотранспорта в зимний период неукомплектованных соответствующим образом запрещается. Отмечаем, что согласно статье 590 часть 5 казахстанского административного законодательства, после 1 декабря за нарушение указа требований предусмотрена ответственность в размере 5 МРП. Полицейские задержали промышлявший Барымтой преступный дуэт, которому доказана причастность к серии краж скота. Оперативные мероприятия по задержанию подозреваемых проводились в Аксусском районе сотрудниками областного управления криминальной полиции. Совместно с местной полицией подозреваемые оба жителя села Капал были задержаны по месту жительства и доставлены в районную полицию. Следует отметить, что мужчины ранее уже имели конфликты с законом и привлекались к уголовной ответственности. При санкционированном обуске по их месту жительства стражи порядка ожидал сюрприз в виде незарегистрированного оружия и наркотиков. С начала года полицейские региона обезвредили более 60 групп скотокрадов, в котором доказана причастность к совершению порядка 140 краж скота. Оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи и грабеж. Сейчас им доказана причастность к шести фактам скотокрадства, зарегистрированных с мая по октябрь текущего года на территории Аксусского района. Часть похищенного скотопоголовья удалось найти и возвратить законным владельцам. Расследование проводится сразу по трем статьям Уголовного кодекса, предусматривающие скотокрадство, незаконное хранение наркотиков, а также хранение огнестрельного оружия. На этом очередной выпуск программы «Полицейская служба» подошел к своему завершению. Будьте бдительны и помните, что только сообща мы сможем навести общественный порядок. Но если у вас есть вопросы по работе полиции, присылайте их на наши электронные адреса, которые сейчас вы видите на своих телевизионных экранах. До следующей встречи в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова